Актуальная тема на Тагил ТВ. Сегодня о социальных вопросах у нас в центре внимания. Мы говорим с заместителем главы администрации Валерием Суровым. Добрый день. Добрый день, Олег. Валерий Георгиевич, на прошлой неделе была знаковая для педагогов, для учителей, для большой армии сотрудников образования и дата, этот день учителя, вкладывающие свою душу в профессию преподавателей, были отмечены на городском уровне, на российском уровне. Преподаватель математики из лицей 39 нашего города Людмила Бушмакова удостоена звания заслуженный учитель Свердловской области. Но проблемы с кадрами у нас в городе в этой сфере остаются. Как решаются вопросы педагогов, поддержки учителей? Что-то предпринимается? Ну, наверное, мы сегодня должны сказать, наверное, все-таки слова благодарности профсоюзной организации образования и, конечно же, Владиславу Юрьевичу, то, что все-таки было принято решение и программа кадров в системе образования, она возобновила свою работу. Это, в общем-то, я думаю, что, наверное, все-таки был основной такой документ, который регламентировал различные материальные помощи педагогам. Да, и в первую очередь, это, конечно же, это компенсация за оздоровление работникам образования, системы образования. Долгие годы ее не было, да? Да, долгие годы ее не было. Она была приостановлена, данная программа, но было принято решение, и она все-таки свою работу возобновила. Это, конечно же, поддержка молодых педагогов, которые сегодня приходят в образовательное учреждение. И если они после окончания высшего учебного заведения пришли в школу, то у них заключаются договоры о 23% надбавке к заработной плате аутооклада. Это тоже, я считаю, для молодого специалиста немаловажно. Ну и, наверное, все-таки правильно было принято решение, что у нас практически в шести образовательных учреждениях сегодня работают педагогические классы. И основная их задача, это, конечно же, привить любовь у детей именно уже в старшем звене, для того, чтобы они для себя могли определиться, что они хотят работать педагогами, учителями, да? И, конечно же, по окончанию школы нам бы хотелось, чтобы они поступили в высшее учебное заведение, и после того, когда они их закончат, вернулись в наши школы. Вот это, наверное, все-таки основная задача наших педагогических классов. Ну и немаловажно сегодня у нас с вами есть так называемые удаленные школы, да? И сегодня, в общем-то, то же самое, там есть надбавка у педагогов, скажем так, за отдаленность, которую сегодня педагоги получают. И, наверное, основные такие моменты, которые я сегодня сказал, это все направлено на то, для того, чтобы привлечь все-таки молодежь для работы в образовательных учреждениях. – Какова ситуация с заболеваемостью в городе, ну, в частности, конечно, продолжать образование в школах, детских садах? Ну, заболеваемость у нас, она снижается потихоньку, по крайней мере, по сравнению с предыдущей неделей, мы снизились процентов на 20, это, конечно же, хорошо. Если говорить о детях, то сегодня у нас, в общем-то, нет ни одного класса, ни группы в детских садах, которые приостановили бы свою работу по ковиду и были бы закрыты на карантин. У нас есть остановленные группы в детских садах, по-моему, 4 всего-навсего, и буквально несколько классов в школах, которые у нас на карантине, именно по ОРВИ, потому что мы с вами понимаем, что мы входим в сезон осени, ну и, соответственно, это и грипп, и ОРВИ, он никуда не делся у нас. Еще об одной праздничной теме подниму вопрос, месячник пожилого человека, на прошлой неделе шестеро пожилых тагильчан были удостоены звания почетный ветеран города, можете рассказать об этих людях, почему ОРВИ решил оценить их общественную деятельность? Ну, да, в общей сложности у нас, в общем-то, Советы ветеранов города Нижний Тагил, это всех организаций, предоставили материалы на 10 ветеранов для именно рассмотрения, скажем, как претендентов на присвоение звания почетный ветеран города Нижний Тагил. И, честно говоря, я бы не хотел конкретно на ком-то сегодня останавливаться, я бы, наверное, сказал, в общем, что у нас в городе, я бы сказал, что очень сильные ветеранские организации, как предприятие, так и городской совет ветеранов. И сегодня, в общем-то, все те люди, которые наменили ловались на звание почетный ветеран города Нижний Тагил, и те у нас, кто с вами стали победителями, они сегодня, в общем-то, вносят большой вклад именно по работе с нашим молодежью, это сегодня немаловажно. И мы сегодня, Коля, говорили уже о педагогах у нас с вами, в этом списке есть и бывшие ветераны педагогического труда, которые сегодня также ведут большую работу именно с молодежью, именно в образовательных учреждениях. И, конечно же, сегодня это, мне кажется, самые главные помощники практически во всех направлениях. Пускай это будут либо субботники, либо это посадка деревьев, либо любое другое мероприятие, то они у нас всегда в первых рядах и, в общем-то, первые наши помощники. И за это мне бы сегодня хотелось сказать им огромное спасибо. — Предлагаю перейти к строительным делам. В городе продолжаются ремонты и возведения. Вот, например, 48-я школа сегодня был объезд и главы города. А как там дела, что там, на какой стадии? — Ну, по крайней мере, уже видно, в общем-то, все те изъяны, которые были, скажем так, нарывы, которые нужно было удалить, они все удалены. И сегодня, скажем так, уже идут, я бы сказал, наверное, не отделочные, конечно, работы до отделочных, работ нам еще далеко. Но, по крайней мере, все те изъяны, это все, что касается, в первую очередь, балок перекрытия, то, что, в общем-то, составлял опасность для пребывания детей в образовательном учреждении. Все эти моменты, они на сегодня вскрыты, и большая их часть уже, она заменена. И, в общем-то, частично даже ведутся, да, отделочные работы, это там, где будет у нас библиотека, затем мастерские, столовая, по крайней мере, вот эти помещения, они практически готовы. Спортивный зал, он тоже уже в черном варианте готов. И сегодня остается только у нас это привести в порядок перекрытие между чердачным помещением вторым этажом. И частично, где-то у нас еще небольшой есть объем, это между первым и вторым. Вот. А, в общем-то, подрядчик идет в графике, и у нас объект, это так же, как было 23-я школа, он у нас рассчитан на два года. Поэтому весь тот объем по этому году, он, конечно же, будет выполнен в сроки и своевременно. И я думаю, что 1 сентября 23-го года школа откроет свои двери для ребятишек. Очередь из школ уже выстроилась на дальнейшие годы. Да, у нас почему-то так получается, что когда школа выходит из капитального ремонта, то количество желающих в ней обучаться, оно всегда увеличивается. Ну, наверное, это и правильно. А, собственно, следующая школа какие будут? Ну, следующая школа у нас с вами 32-я. Это основная школа. В общем-то, она у нас прошла практически все конкурсные процедуры. Я имею в виду на выделение субсидий на капитальный ремонт. Вот. И если, скажем так, будут дополнительные средства, то, ну, больше, это у нас уже 24-й год, это 33-я и 70-я школа. О другой работе хотелось бы задать вопрос. Подрядная организация представила уже отреставрированный дом Ахуджавы. И хотелось бы узнать, когда открытие музейного центра вроде как показали даже картинка. Вот он, красивый, готов. Да, у нас, в принципе, он уже готов. Так называемая, как мы называем, литературная гостиная имени Булата Ахуджавы, творчество Булата Ахуджавы. Мы готовимся к 28 октября. 28 октября первоначально. Я думаю, что сейчас осталось немного нам докупить небольшую партию оборудования. И я думаю, что мы проведем очень хорошее мероприятие. Оно будет связано именно с творчеством Булата Ахуджавы. Это будет творческий вечер, либо это будет гостиная. Это не имеет значения. Но, по крайней мере, там соберутся все эти люди, которые любили творчество Булата Ахуджавы. И я думаю, что будем наслаждаться теми стихами и музыкой, которые были написаны. Продолжая тему вот таких культурных учреждений, в этом году ремонтируется еще и фасад ДК юбилейный. Как там обстоят дела, когда завершение работы, потому что уже близится на зима? Ну, в принципе, остался только северный фасад, и то там остался небольшой кусок. Я думаю, что до конца текущей недели все работы по фасаду, они будут выполнены 100%. И, в общем-то, самое главное, то, что мы планировали по этому году, мы все сделали. Это все связано, во-первых, с водоотведением с крыши. Все полностью водостойки были заменены, соответственно, ну и частично капельники. На следующий год у нас остается, это обязательно нам необходимо отремонтировать кровлю. Ну и, соответственно, затем мы уже зайдем во внутрь помещений. Те помещения, которые не были ранее отремонтированы, мы приступим к их ремонту. Еще одно культурное учреждение города, к ремонту которого наконец-то приступили в этом году, это молодежный театр. Что сейчас там происходит? Обнаружены ли, как это бывает, первые подводные камни? Ну, на сегодняшний день проведены демонтажные работы практически процентов, наверное, на 60. Полностью снесена сцена, ее полностью удавили. И, соответственно, сегодня также ведутся демонтажные работы, так называемые, в помещениях, где будут находиться цеха. Это по изготовлению декораций, по пошиву декораций. Это бывшее здание вытрезвителя. Ну, там, конечно, здание очень интересное. Выше здание вытрезвителя. И здесь нам, конечно, будет небольшая перепланировка помещений. Но я думаю, что подрядчик, он не первый день у нас на объектах, и мы его очень хорошо знаем. Я думаю, что проблем у нас не будет, и мы все выполним сроком. Какие работы сейчас ведутся в ГДДЮД? Сдаточный объект главой города поставлена задача завершить в этом году. К Новому году успевают, нет? Ну, успевают, не успевают. У них выбора нет. Мы к Новому году должны закончить данный объект. Из основных видов работ фасад, но практически он закончил. Осталось там небольшие такие, я бы сказал, вставки, которые они сейчас делают и заканчивают. Затем внутри идет полировка гранитных покрытий, те, которые были ранее смонтированы, и было принято решение их не демонтировать. Вот, штукатурные работы, уже частично где-то пошли колировки. Я думаю, что к концу текущего года все запланированные виды работы, они должны быть выполнены. Администрация Детского дворца сообщила, что провела инспекцию закупленного ранее оборудования, которое находится на складе в Екатеринбурге. Что это за оборудование, когда приступят к его размещению и монтажу, поскольку надо к новогодним праздникам успеть. Ну да, надо к новогодним праздникам готовиться. Ну, по крайней мере, основное оборудование, это все, что связано с звуковой, световой, это основное оборудование, скажем так, для сцены. Вот, оно, конечно же, оно закуплено. Сегодня, еще раз, просматривают, я бы сказал, достаточность того, что было закуплено. Ну, по предварительным, по крайней мере, не подсчетам, наверное, по предварительному просмотру, по крайней мере, что все, что было в смете запланировано, оно практически закуплено. Осталось закупить порядка 10 миллионов оборудования, но это вспомогательное оборудование, такое как зеркала, это станки для танцевального зала, это не специфическое оборудование сценическое, оно стоит немножко других денег, и с ними таких проблем нет, как могло бы быть со звуком сценическим. Поэтому основное оборудование, оно есть, и поэтому я думаю, что как сцена сейчас будет только готова для того, чтобы можно было производить монтаж и регулировку, подрядчик сразу к этому приступит. Вот такой вопрос на спортивную тему. Федерация прыжков на лыжах, по прыжкам на лыжах с трамплина и спорткомплекса Аист анонсировали Кубок Медной Горы. Некий такой импортозамещенный турнир вместо Кубка Мира, который у нас ежегодно проводился, что это за соревнования? Ну да, мы с Милником Яков Саакшим говорили выходные по этому мероприятию, что действительно его хотят проводить на нашем, на горе на Аисте. Но рассчитано оно на детей, это в основном дети до 13 лет, участники данного, скажем так, вида соревнования. Вот, заявились как бы предварительно, Яков Саакшим заявилась уже Южная Корея, Китай, Белоруссия и, в общем-то, все страны ближнего зарубежья, которые желают участвовать, он сказал, что... Международный будет вот такой турнир. И я думаю, что такой комплекс, понятно, что он не должен простаивать, да, и даже пускай это будет меньшее количество участников, но я считаю, что оно должно пройти, чтобы, по крайней мере, соревновательный... Ну, процесс, скажем так, это, во-первых, и мастерство, это ты смотришь, чему научился за этот год сам, да, или чему научились твои коллеги, соперники по спорту. И здесь есть возможность это показать. Поэтому соревнования, они нужны и необходимы, и здорово, что они пройдут. Благодарю вас за участие в нашей программе. Мы беседовали с заместителем главы администрации города по социальной политике Валерием Суровым. Всего доброго, оставайтесь на ТГИЛ-ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!